Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео хочу показать вам свой заказ по 15 каталогу Avon. Заказ вышел достаточно большой, будет очень много вкусняшек, парфюмерных новинок. Помощник уже устал, пока я устанавливала камеру и искала каталоги, он просто-напросто вырубился. Ну, в общем, он помогал очень-очень активно. Я знаю, что вы по нему скучаете, редко я его в последнее время показываю, потому что либо он спит, либо у меня нет желания снимать, когда он пытается везде подлезть. Да, Мурзик? А, всё-всё-всё, ладно-ладно, я тебя поняла. Вот, в общем, по поводу заказа. Сразу покажу вот такую листовку. Я так понимаю, это действие каталог 16, то есть следующий. И снова какие-то... А, ну вот, в компании 16 на 2000 покупаете и выберите свой приз за 35 рублей, заказом от 1000 рублей. Меня радует, главное, чтобы не было опять каких-нибудь замен, хотя, на самом деле, из всего этого я логично выберу вот этот набор, который очень любит моя мама, и Spire Debut не мой. Аромат Little Black Dress и Persever тоже, поэтому очень надеюсь, что мне придёт действительно этот набор, а не ещё какой-то. По поводу заказа. Давайте я прям пойду по каталогу. Я заказала несколько пробников. Один из них это Attraction One. До этого мне приходил Attraction One Fresh. Я действительно... Это цитрусовый древесный аромат, и цитрусы там очень-очень явные. Вот этот ароматик мне почему-то в прошлый раз не прислали, прислали два вот этих. Я их причём открыла прям такая, начала тестировать, как путнотварь. И потом ещё такая, ммм, они чуть-чуть отличаются. А это, блин, одно и то же, просто-напросто. Второй аромат идёт как восточно-древесно-амбровый. Девочки писали, что это скорее мужской аромат, но я что-то здесь не вижу. А, они идут как унисекс, правильно? Я же правильно понимаю? А, да, это прям восточно-древесный. Амбры здесь очень мало. Этот аромат, он для меня однозначно мужской. Я не вижу его на девушке, если только такой мужественной девушке. Кофе не ощущаю. Кардамон, да, чуть-чуть. Аккорд фьюжн, понятия не имею, что это такое. Аромат приятный, приятный и 100% для меня мужской. Я бы хотела, в принципе, видеть такой аромат, но не на муже, а на папе, наверное. То есть на более таком строгом взрослом мужчине. В общем, прикольный аромат так там. Дальше, что у меня тут? Закладки стоят, везде стоят закладки. Через меня заказала Света заказ... Так, водички. Три штуки. Она выбрала два фаровые Ребель. Светлана это блогер тоже с моего города. Ссылку я оставлю в описании на ее канал. Вот, в общем, показываю, что все целое, все действительно пришло. А то бывает, что ты закажешь, и у Эйвен просто-напросто может не прийти. Ребель классический. Фиолетовый мой самый любимый. Очень необычный, комплементарный, сладкий, восточный аромат. Ребель дива уже на любителя. Это такой аромат с перчинкой, я бы сказала. Он намного реже, и меньшему количеству людей нравится. Хеостори. Очень необычный аромат, который в пробнике показался мне чистым перцем. В версии 10 мл. Достаточно легкая, такая цветочная, сладковатая. Кто-то сравнивает с люксовым каким-то ароматом. Я уже не помню, каким. Но, в общем, аромат очень приятный. Я бы советовала третий добрать именно его. Действительно классный. Мне очень нравится, как выглядит версия 50 мл. Я единственное, очень боюсь, что отличается 10 мл и пиздят по своим качествам. Обычно 10 мл они чуть-чуть нежнее идут. Но нужно смотреть, какая страна-производитель. 10 мл производит Польша. Дальше. Я тут, знаете, там прям по закладкам иду строго. Потому что заказ действительно большой. Я много чего купила еще с самого сайта. Очень-очень давно я хотела попробовать водичку Frozen. Это Frozen 2, Disney, детская туалетная вода. Я особо-то не увидела здесь никакого описания. Написано «Нежный аромат для девочек». Флакон выглядит незамысловато. Крышка достаточно тугая. Я считаю, это даже хорошо. По поводу самого аромата, это вкусный компотик. Такой ягодно-фруктовый компот. Безумно приятный. 319 рублей. Почему бы еда за 50 мл. Стойкость, конечно, ну, пару часов. По-моему, с 4 пшиков я пользовалась пока только один раз. Посмотрим, как он будет раскрывать себя и на одежде, и на коже. Но пока я осталась довольна этой покупкой. Спасибо всем, кто оставил отзывы на этот аромат. Отзывов было немного, но все они были положительные. Я к ним присоединяюсь. В принципе, за такие деньги я не буду требовать стойкость какой-нибудь там 8 часов, 6 часов. Ни к чему. Я считаю, что прям идеальненько. Это, по-моему... Ой, смотрите, здесь еще наклеечка, и так все красивенько. Ну, понятно, что это не должно быть дорого, но все равно прикольно. За 319 рублей они прям постарались. Я, наконец-то, приобрела то, что хотела очень давно. Полгода, наверное, облизывалась. Это туалетная вода Мисмирайс Мистик. Я его даже не открыла еще. Я буду, наверное, любоваться. Мне делала подруга от Ливантик. Ну, пробничек, грубо говоря, присылала. И я просто осталась в восторге. Давайте я за кадром это все распакую, чтобы особо здесь не шуршать. Вот так очень красиво выглядит флакон. Такое восточное оформление. У меня есть Мисмирайс Black. И он мне нравится. Он у меня в версии 10 мл. Мне больше не надо, на самом деле, потому что очень такой резкий, вечерний и тяжелый аромат под настроение. А по поводу этого я... Сладость проявляется намного позже, чем из от Ливантика. Видимо, в от Ливантике он все равно как-то немножечко подвыветрился. Я вот сижу уже минут 5, потому что эти 5 минут не могла понять, что за аромат. Просто, ну, очень резкая в нос бьет. И не особо даже приятная. И вот спустя 5 минут начинают проявляться нотки сухофруктов. Как по мне, так здесь заявлен, что у нас персик, жасмин и золотой янтарь. Возможно, кстати, первое время мне жасмин в нос бил. Жасмин, потому что я вот не люблю золотой янтарь. Не знаю, как оно должно пахнуть. Но аромат пахнет сейчас мне сухофруктами достаточно резко. И я подумываю, что все-таки нужно дать ему либо настояться, я не знаю. Ну, девочки часто, кстати, говорят, если аромат не подходит, дайте ему полежать. Я в последнее время так и делаю. Не подходит полгода-год, я его не трогаю. После этого бывает, что прям любовь. Бывает, что аромат до сих пор не заходит. И тогда я его либо отдаю, либо перепродаю просто-напросто, чтобы не занимало место. Но все равно я рада. Я очень долго этот аромат, скажем так, посла. Я думала, может, цена будет подешевле, потому что девочки писали, что за 500 рублей его покупали. Ну, то есть, прям он в каталоге был по 500. Но у меня он тут по скидке вышел на такую цену. Но я все равно счастлива. Очень же давно я его хотела, правда. Пока не могу понять, нравится мне. Ой, я почувствовала, да. Да, это сушеный абрикос прям. Да, 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 да. Но, кстати, на коже, на одежде он мне не нравится. У меня я просто на футболку брызнула и на руку. На руке мне нравится намного больше. Слаще раскрывается. Дальше. Тушь. Тушь я хотела попробовать. И мне ее очень часто хвалили. Это эйфорик. Цена была 259 рублей. Сказали, что это хорошая. Была она ранее дороже. Я взяла, по-моему, ультра-черную. Да. И посмотрим сейчас, что за щеточка. Я сразу открою, наверное. Да, я знаю, что это пузатенький такой флакончик. И щеточка. Я ориентируюсь на тушь Сексипалп от Ифраше. Мне нравится там щетка. Да, щетка у них практически один в один, я думаю. Просто у меня сейчас Сексипалп в открытом виде нет. И да, я думаю, будет классно. Я ее сразу же попробую. И, возможно, в Инстаграм выложу фотографию. Я тоже знаю, что многим интересно, как это будет выглядеть на ресничках. У меня ресницы длинные, они тонкие, они очень светлые. И мне нужен, в первую очередь, объем от туши. Это то, что я от них всегда требую. Дальше. Все, что ли? А, нет, по каталогу еще не все. Я оторвалась. Я знаю, что будут подешевле спреи. Еще в первом каталоге мне это написали. Но я все равно решила себе не отказывать в удовольствии. Во-первых, с Светикой поедет еще два спрея. Это, по-моему, ягоды и манго. Это она заказала. Я же себе взяла, во-первых, побережье гибискуса. Мне сказали девочки, что это классный аромат. А я его еще не пробовала. Я такая, блин, как так-то. И давайте сейчас набрызгаю. О, да, это очень вкусно. Причем я ощущаю здесь не мракую. Мракую отдаленно. Гибискус. У меня раньше был гель для душа от Фа с гибискусом лет 10 назад. Не меньше. Я помню, что он у меня был прям любимый. Я у мамы просила купить мне баночку за баночкой. И пахнет гибискусом. Прям, да. О, и мракую пошла. Очень вкусный аромат. Спасибо, что мне его посоветовали. Прям я рада, что я взяла три штуки. Если в первом каталоге еще будет на акциях, то я возьму. У меня эти спрейчики уходят только так. Здесь у нас с манго. Я соскучилась. Я хотела взять еще с манго. И аромат, который я очень люблю. Это розовый грейпфрут и абрикос. Это летний такой цитрусово-сладкий аромат. Бывает, что цитрус горький, а этот именно сладкий. Вот, я, в общем, осталась довольна. Цена, конечно, на них очень сильно поднялась. Но я этими спреями обрабатываю все поверхности в доме. Я брызгаю на спину, потому что прыщички бывают, а там спирт, и они подсушивают. Всякие царапины после мурзика. Это универсальное, очень нужное средство в моем доме. Дальше. Мне вложили карандашик за 85 рублей. Обычный черный карандашик. Я его себе не оставлю, потому что я пользуюсь темно-коричневыми. А черные мне не нужны. Выглядит очень классно. Я надеюсь, что это произведено все в Германии. Ибо раньше это было так. Англия? Серьезно? Нет, не должно быть. Да, Германия. Вот. И карандашики у Эйвен раньше были хорошие, и надеюсь, качество не изменилось. Но судя по тому, что девочки из раза в раз покупают, видимо, качество осталось прежним. На сайте я купила эмульсию. Она стоила в распродаже 399 рублей, и на нее распространялась скидка 15%. Если же на сайте, там прям есть вкладка только онлайн, что-то такое, вы заходите, там этой эмульсии будет 299 рублей, и на нее еще будет скидка распространяться ваша консультанта. То есть нефиксированная 15%. У меня сейчас такая заканчивается, она классно увлажняет. У нее просто шикарное мелкодисперсное распыление и приятный цветочный аромат. Очень крутая вещь, особенно зимой, когда работает обтопление на максимум. Это просто мой must-have, стоит на туалетном столике, постоянно прохожу мимо и распыляю себе на лицо, убирает чувство стянутости. Кожа чувствует себя намного лучше, она перестает быть обезвоженной, и, соответственно, в моем случае меньше воспалений выходит, потому что кожа проблемная. Дальше. Почему-то я здесь еще пропустила. Должна была быть еще одна закладка. Я взяла себе Attitude Sparkling. Я оставлю в описании ссылку на канал девочки. Это моя подписчица, и она, наконец-то, начала вести канал, потому что у нее были очень-очень крутые отзывы на парфюмы. Она так классно все описывает, и она просто обязана была завести канал. Она, наконец-то, это сделала. И если вы любите смотреть видео именно об ароматах, ну, причем от человека прошаренного, у которого очень большой опыт, большая коллекция, то переходите. И она вот говорит, как это у тебя нет еще Sparkling Attitude. Это, блин, такая, говорит, вишня классная. Я, ну, все, мне надо. Блин, где она? Сейчас я найду. В общем, почему-то я не могу ни в одном каталоге найти эту водичку. Наверное, где-то, может быть, онлайн было. В общем, Sparkling Attitude. Действительно, вишня. Сначала очень много спирта, а потом идет вишня. Сладкая, аромат вкусный. Аромат стоил 299 рублей, и ощущается он намного дороже. Очень классный. Если вы любитель вишенки, то обратите внимание, стойкость, конечно, часа 3-4, но я делала только один пшик. И, возможно, если делать два пшика, то он продержится, грубо говоря, рабочий день, там часов 8. Аромат мне понравился, и я безумно рада, что я с ним познакомилась. До этого у меня был Attitude Crazy Fun, вроде как с арбузиком. Вот там был недорогой компотик. Здесь же аромат ощущается намного дороже, чем он мне обошелся. В общем, очень классная покупка. Дальше. На сайте, опять-таки, была вкладка, где можно было онлайн все купить. И по 319 рублей были ароматы Surreal Sky. Я уже говорила, что это аналог водички Carolina Ferrera. Туфелька. Классическая туфелька. У меня версия 50 мл. Аромат очень яркий, очень навязчивый. И я могу им пользоваться только в лютые морозы, и только на, грубо говоря, верхнюю одежду. Не терплю я его возле кожи. Поэтому он практически полный, хотя ему года 3 уже. Вот этот аромат, он более, как бы сказать, мягкий, более сладкий, менее стойкий. Этот у меня на одежде держится просто по несколько дней с одного пшика. А здесь же он, ну, скажем так, это мягкая версия, мягкая и более сладкая версия вот этой вот туфельки. Поэтому, если вы засматривались на туфельку, то обратите внимание на Surreal Utopia. Если вам она зайдет, то, ну, и как бы не будет вам вообще казаться ни грамочки навязчивой, то уже можно будет брать туфельку. Я думаю, все-таки без затеста вот этот аромат покупать не стоит. К тому же, ну, я его тестировала перед покупкой дня два. Я заходила в Золотое Яблоко вот два дня подряд, и я его носила, и он мне очень нравился. И потом я, наконец-таки, его решилась купить. И как только купила, он намного резче почему-то оказался. Может, конечно, по тестеру отличается, кто знает. Ну, в общем, эта туфелька стоит, и она у меня не в почете. По 499 рублей в этой же вкладке был Elite Gentleman. Безумно его обожают, видимо, еще в старом варианте. Сейчас в каталоге этот аромат будет стоить рублей 800-900. Я считаю, что это прям, ну, дороговато. Классический, мужской, чуть сладковатый, восточно-древесный аромат. Даже не восточно, ближе, просто древесный, с ноткой кожи. Ну, знаете, такой типичный мужской. Очень его люблю. Аромат без возраста подойдет, я думаю, практически всем. Вот. Дальше. Что у меня еще тут лежит? Масочка в распродаже 59 рублей. Я, может быть, добирала до скидки. Может, просто решила взять это омолаживающее. В каталоге сейчас такие маски уже под сотку стоят. Ну, я считаю, что это дорого. А вот 59 минус 15 процентов нормально. Меня интересует, кто производитель. Корея или нет? Корейская линейка у Avon мне прям очень нравится. Божечки, где здесь написано? Гуанчжоу. Китай. Китайская марка. А маска марка. В общем, за 59 нормально. Китайские марки. Господи, почему марки-то маски за сотку покупать не стоит? Я считаю, лучше на Алиэкспресс посмотреть Биоакву. И там пачками можно купить рублей по 40. Вам обойдется каждая. Дальше две новинки. Давайте я найду их в новом каталоге. Два новеньких аромата. В 16 каталоге. Они на 104-105 страницах. Это Glam Style и Instaglitz. И знаете, тут прям судьба сыграла в злую шутку. Потому что я взяла Instaglitz в полной версии. А Glam Style я взяла по пробнику. Я почему-то решила, что здесь мне более приятно описание. Потому что красные ягоды, все дела. И мне, блин, понравился только Glam Style. Glam Style это действительно вишня. Это самая верхняя, самая яркая нота на первых порах. Жасмин самбак заявлен. И ваниль. Ваниль есть. Жасмин не ощущаю. Жасмин я просто не люблю. И безумно вкусный аромат. И я буду его искать по скидкам. Тоже, чтобы рублей за 350 купить. А вот это по поводу аромата... Как он называется? Instaglitz. Выглядит, конечно, все это классненько. Там они на вот этой этикетке сзади что-то нарисовали. И выглядит действительно круто. Но, блин, аромат ягоды здесь ощущается далеко не первыми. Идет сначала что-то неприятно кислое. Здесь что у нас? Ирис и кашемировое дерево. Не знаю. Чем-то прям неприятно испорченным кисловатым пахнет. И на заднем плане только идут какие-то ягодки. Я не знаю. Может быть, нужно попробовать на одежде. Я сейчас на руке попробовала. Возможно, на одежде раскроется по-другому. Как-то не контактируя с моей кожей, я его смогу носить. Если нет, то мне придется от этого бутылька избавляться. А вот Glam Style я буду брать полную версию однозначно. Ибо, ну, очень вкусный аромат. Это сладкий аромат. Причем это вишня. Знаете, такая не компотная, не дешевая. А именно в хорошей такой базе. Которая аромат делает, опять-таки, дороже, чем он есть на самом деле. В общем, классненький. Неудобно получилось, на самом деле. Не то, что неудобно. Неприятненько. В следующий раз, наверное, нужно брать полные версии. И пробники полные версии, к тому же, ну, всегда можно продать. Даже по той же цене, по которой они стояли в фокусе. Кто знает. Может быть, я сделаю до заказа. И все-таки возьму полную версию. И мне еще обидно, что инстаглиц сделали твердые духи. Твердые духи тоже прикольная тема весьма. Они бывают намного более стойкие. Они немножечко такие маслянистые, конечно. И нужно следить за одеждой. Но это тоже, наверное, зависит от марки. Может быть, я даже сделаю до заказ. И все-таки возьму Glam Style 50 мл. Посмотрим каталоги наперед, фокусы. Если там будет какая-то акция, там, при покупке 2-3, даем скидку, там, 40% хотя бы, то я, наверное, подожду. Если же не будет ничего в ближайшие, там, сколько, 3 каталога уже наперед можно посмотреть, то мне придется делать до заказ. Вот. Здесь я прям немножечко подрастроилась. Но в целом могу сказать, что заказом я своим довольна. Очень много новинок. И, скорее всего, после этого видео мне придется снимать свою обновленную версию моей коллекции ароматов Avon. У меня такое видео есть, но после этого видео я, наверное, флаконов еще 20-30 себе докупила. Очень много новинок выходит. Каждый каталог у Avon по 2-3 аромата в новинках как минимум. И все хочется, и все вкусно. Я просто люблю сладкие ароматы Avon. Меня не смущает их база. Я знаю, что их базу очень многие не любят. Они ее ощущают. Они ее считают самой-самой дешевой. Но мне, на самом деле, в нос ничего так сильно не бьет. Бывает у дешевых ароматов, которые там по 300-400 рублей, эта база есть. В Attitude, кстати, вот этом Sparkling здесь спирт. Да, ощущается спирт, но никакой дешевой базы нет. А вот Crazy Fun такая база была за счет этого. Я считаю, что тот аромат, я по-моему, за 350 или 300 рублей купила, он своих денег не стоит. А такие компотики можно просто где-нибудь в Улыбке Радуги купить по 150 рублей. Либо же лучше взять Fructissima от Bracard. Там 30 мл можно в Магните порой за 100 рублей купить. И не будет никакой химозной базы. То есть нужно тоже смотреть, какую вы линейку выбираете, что вы предпочитаете. Бывает, кто-то купил там пару ароматов самых дешевых. И начинает кричать, что это прям супер дешманская косметика. Как вы вообще этим пользуетесь? Лучше поднакопить и купить себе один дорогой аромат. У меня есть дорогие ароматы, целая коробка. Но из них я пользуюсь там тремя от силы, которые действительно мне нравятся. У которых хорошая база, а не какая-то противная, которые не душат. И есть свои ценители-любители. Если вам не нравятся, то как бы вам не нравятся. Я очень люблю ароматы Avon. Да, расстройств, наверное, 50 на 50. Но только за счет того, что не все ноты мне подходят. И нужно просто тщательно выбирать, чего вы хотите. Вот. Поэтому удачных вам покупок. Спасибо большое за просмотр. Обязательно поставьте мне лайк. Подписывайтесь на наш канал с товарищем. Отдельно я ему канал заводить не буду. Уже некоторые просто-напросто просят. Очень дерзкий вид у Мурзика, да? И, в общем, всем спокойной ночи. И всем пока-пока.